Новости Ближнего Востока. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас направил в адрес американской администрации срочное письмо, предупредив, что ситуация в восточной части Иерусалима может выйти из-под контроля. Речь идет о столкновениях палестинцев и израильской полиции, которые не прекращаются уже несколько дней. Рамал обвиняет Иерусалим в провокациях, имея в виду недавнюю инициативу израильских законодателей добиться свободного доступа к храмовой горе не только для мусульман, но и для евреев. Израильское руководство, в свою очередь, обвиняет в провокациях палестинские власти. Как обстановка в столице страны, сейчас узнаем у моего коллеги в Иерусалиме Евгения Савы. Женя, приветствую, вам слово. Добрый вечер, Валерий. Обстановка в Иерусалиме по-прежнему остается напряженной. Мы сейчас находимся на горе Скопус. Это возле еврейского университета, откуда открывается не только хороший вид на город, как вы можете видеть за моей спиной, но и прекрасно слышно, что происходит в некоторых восточных кварталах города. Например, в квартале Исауи. Это буквально несколько сот метров от места, где мы находимся. И там по-прежнему неспокойно. Мы слышим выстрелы, мы слышим, как работает полиция. Сегодня с утра в этом квартале в полицию летели не только камни, но и бутылки с зажигательной смесью. А рано утром премьер-министр Бениамин Таньягу провел специальное совещание с представителями полиции, с руководством службы общей безопасности Шабак на предмет того, как вернуть контроль над городом. Говорят о ужесточении наказания для камнеметателей, конечно же, для зачинщиков беспорядков. Вы знаете, обстановка в городе очень напряженная. Прежде всего, в восточной части города, где, я особо подчеркиваю, израильтяне боятся туда заходить. Там постоянные стычки с местными жителями. Вы прекрасно можете слышать, как в воздухе, буквально за моей спиной слышны выстрелы. Я особо подчеркиваю, что это происходит в восточных кварталах города. Так что обстановка в Иерусалиме по-прежнему, к сожалению, очень-очень нестабильная. Валерий? Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Сова о ситуации в восточной части Иерусалима.